Бесперебойное электроснабжение в новогодние праздники, модернизация старых электросетей и оперативное реагирование на жалобы жителей. Эти темы озвучили на итоговой конференции электросетевого комплекса Подмосковья. Итоги подвели генеральный директор крупнейшего регионального предприятия Россети Московский регион Петр Синютин и заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. 2020 прошел под знаком борьбы с коронавирусной инфекцией. Зампред правительства поблагодарил энергетиков за оперативное обеспечение необходимыми мощностями всех госпиталей для пациентов с COVID-19. У нас, вы знаете, создан, наверное, самый большой, вот, в субъеке, кстати, Федерации, кроме Москвы, полечный фонд. Вот, почти больше 20 тысяч полечного фонда. И практически при оборудовании каждой больницы требовало первое подключение, как мы говорим, технического подключения, технического присоединения новых электроустановок. Значит, и все эти работы выполняются не только что в кратчайшие сроки, в какие-то неимоверные сроки. Мы действительно в этом году беспрецедентно быстро обеспечивали новыми мощностями все клиники, которые разворачивались в полевых условиях. Все коллеги отработали профессионально. В 2020-м Россети продолжили приемку бесхозных электросетей, от которых запитаны жилые фонды и предприятия, но эти сети не стоят нигде на учете. За 7 лет компания приняла на баланс более 7 тысяч объектов. В плане до 2023 года принятия оборудования более 3 тысяч объектов. На особом контроле и сети садовых товарищей. 80% жалоб на качество электроэнергии приходят от дачников. От СНТ понятно, что это в принципе ответственность людей, ответственность их председателей, но тем не менее, мы сегодня знаем о том, что у нас подписаны соглашения с Россетями. И все сети, по которым СНТ обращается, Россети МАЭС принимает в себе и, соответственно, дальше продолжает обслуживать, ремонтировать и так далее. Это очень затратная, тяжелая и неблагодарная работа. Тем не менее, это жители нашего московского региона, поэтому такая работа коллегами проводится, за что им огромное спасибо. Мы в 2019 году консолидировали полторы тысячи садовых товарищей селептические сети. Планировали две тысячи сделать в 2020 году, в связи с тем, что, конечно, с ковидный год и активности самих СНТ. И мы здесь переключались на другие задачи. Мы сделали тысячу и планируем полторы-две тысячи еще сделать в следующем году. Я очень благодарен Андрею Юрьевичу Воробьеву и Геониду Кимовичу Хромышеву, что они поддерживают эту работу. И это требует денег. Мы эти деньги от правительства Московской области получаем. Большая работа проведена по улучшению качества взаимодействия с населением. Так, весной 2020 года все жалобы по электричеству стали принимать на портале Добродел. Это позволило на 15% сократить время отклика на жалобу. Создана карта ресурсообеспечения. Она информирует жителей, когда пройдут плановые отключения коммунальных ресурсов. Сегодня электронным ресурсом воспользовались более миллиона человек. Определены планы развития на 2021 год, который объявлен в компании годом клиента. С 1 января проведение плановых и неплановых работ на электросетевом оборудовании будет выполняться без длительных отключений электроснабжения. 24 часа устранения любых аварий. Надежное снабжение объектов. Передача электрохозяйства от СНТ. Энергетики подготовились и к дежурству на новогодних праздниках. Они усилили свои мощности и смогут быстро устранять возможные нарушения. На праздниках будут работать передвижные электростанции. И в случае неполадок восстановление электроснабжения будет проходить в максимально сжатые сроки.